Боб Лавики. Злободневный вопрос. Сколько сейчас стоит мандат депутата Государственной Думы? Ну, были времена, когда можно было это оценивать, так сказать, по рыночным ценам. Можно было получить мандат депутата, вложив деньги в избирательную кампанию, участвуя в конкуренции, получив паблисити, популярность, предложив интересную программу, наняв много помощников, сторонников, ну и собрав их, конечно, не только нанять. Можно было пройти по партийным спискам. ЛДПР была этим известна, популярна. Многие предприниматели, которые не любили долго разговаривать об идеологии, ну, просто покупали место. Это стоило, скажем, в 96-м году и позже, там, в 99-м, ну, 2-3-5 миллионов долларов. Не так много для крупного предпринимателя. И это мало чего давало, такая очень условная безопасность, ощущение безопасности. А сейчас это почти ничего не дает. Ну, для продвижения собственного бизнеса, для установления контактов с властью, для выхода на бюджет, да, это дает, и это стоит денег. А сегодня цены, ну, чуть-чуть ниже стали, потому что всем понятно, что многого депутат добиться не может. То есть придется платить все равно, платить другим депутатам, платить фракции, платить членам правительства. Иногда это просто легче делать извне. Вот, но порядок цен тот же не там. Кто-то может заплатить 10 миллионов, если очень надо. А иметь возможность воздействовать на правительство. Партии, структурная такая оппозиция, легальная оппозиция, квази-оппозиция, с удовольствием используют эти возможности, как в свое время от ЮКОСа, через ЛДПР, через коммунистов, проходили представители бизнеса и занимались лоббизмом, так и сейчас. Инструментов для лоббизма меньше, и деятельность эта стала чуть более опасной. Слишком многим надо платить, и сейчас сокращается ареал, так сказать, кормления для тех же членов правительства, для депутатов. Сейчас, насколько я слышал, многие партии заинтересованы в таких спонсорах. Цены за счет этого падают, бизнес сокращается. Вот этого независимого бизнеса его уже нет, а госкорпорации, ну зачем им иметь своего представителя в Думе? Ну а если и понадобится, то это делается другими инструментами, не подкупом, а соглашением. Через правительство, через вице-премьеров, через Путина и через его ближайшее окружение. Вот, но тоже за это надо платить, платить эти ребята за, как раньше вот было, там в администрации президента. Там можно было купить в Совете Федерации место. Когда-то это стоило 2 миллиона, потом 5 миллионов. Вот, но сейчас расплачиваться надо лояльностью и соучастием в, по существу, преступлениях. Полная лояльность – это обязательное условие. Вот, тут, если вы собираетесь проводить собственную политику или собственные идеи, тут никакие деньги не помогут, даже в ЛДПР. Вот. Деньги нужны, но ценность этого ресурса, ну, значительно снижена. Продолжение следует... Продолжение следует...